Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами на влиянии. Добрый вечер, Юра Аскеров со мной в эфире. Будьте благословен. Будешь моим собеседником и соведущим. Юра, у нас с тобой будет тема такая интересная. Мы, вернее, это было с твоей подачи название темы «Почему Бог перестает быть интересным для верующих?» Для христиан, к сожалению. Почему Бог перестает быть интересным? Где был потерян интерес со стороны христианина, даже евангельского, в своем отношении к Богу? Ну, давай. Ну, хорошо, Юра. Мы сегодня будем говорить на четыре пункта довольно важных. Церковь, потому что церковь в этом деле играет огромнейшую роль. Дальше. Семья. Семья тоже самое играет очень большую роль. И я буду приводить примеры, которые я лично видел. Не то, чтобы мне кто-то говорил, что... Дальше. Друзья. Друзья – это очень важно. Ну, с кем ты поведешься, от того и наберешься. Ну, и последнее – это обстоятельства жизни. Что мы имеем сегодня? Это тоже влияет на разумы многих людей. Это тоже влияет на отношения. И это тоже влияет на то, как сегодня люди относятся к Богу. Почему я это говорю? Потому что однажды один служитель, это еще в 2014 году, позвонил мне. Вернее, я позвонил к нему. Мы с ним говорили. И он говорит, Юра, я не понимаю Бога. Я не понимаю Бога. То есть, я не понимаю, почему такое случилось сегодня. Украина ведь такая страна. Столько верующих, столько молитв, все. И почему война? Почему вот такие сегодня отношения? И мы будем сегодня говорить то же самое. О многих обстоятельствах жизни. Почему? Потому что обстоятельства жизни играют очень большую роль. И эти все четыре пункта, они взаимосвязаны. Почему? То, что человек услышит в церкви. Я понимаю, у нас многие люди, особенно нашего направления, они любят церковь покричать, помолиться. Но, извини, Юра, когда приходит проблема, люди разводят руками и не знают, что делать. Юра, прошу прощения. Будь готов, что я тебя буду восстанавливать. Хорошо. Крик в церкви для меня не показатель духовности. Так для меня тоже не показатель. Или отсутствие таковой. То есть это не показатель духовности или отсутствие таковой. Если кричащий громко, характер имеет плохой характер. Если мы кричим в церкви, а выходим за церковью, или даже в церкви где-то там в углу каком-то, а тот такой, а такой, а старший пастор не такой, а диакон еще хуже. Для меня то, что он кричал перед этим пять минут назад, это ноль. Я тебя понимаю прекрасно, я тебя прекрасно понимаю. Продолжай, Юра, продолжай. Я позвонил своему пастырю в Нововолынск, Володя Грицакул, ну наш друг. И я ему сказал, я уже в некоторых вроде программах упоминал это, я сказал, Володя, если я буду пастырем, я ни одного человека не исключу в церкви. Он говорит, Юра, а какое ты имеешь право на это? Я говорю, Володя, прежде чем человеку давать какое-то взыскание, я должен научить его. Это моя обязанность. Великое поручение, что оно говорит? Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, научая их исполнять все то, что я заповедал вам. А что он заповедал нам, Юра? Вот эти вопросы сегодня практически, они не поднимаются. То есть потерян интерес к Богу. Ну, мы будем так говорить. Мы будем говорить не о всех, потому что есть те, которые искренне, верно Богу служат, невзирая на лица, невзирая на соседа. Я понимаю, Юра. То есть, да, мы будем в общем говорить, как, вот, к сожалению, о тех явлениях, которые происходят. К сожалению. Я понимаю. Но дело в том, что когда приходят в Библии, есть два понятия. Испытание и искушение. Одно из них – искушение. Извини, оно вплоть до того, что человека, ну, обольщают, извини, чаруют какими-то словами, хорошими словами, которые не имеют никакой силы. Понимаешь? Самое главное – увлечь внимание кого-то для того, чтобы человек что-то, ну, приносил в церковь. Но эти слова не имеют никакой силы. И когда человек попадает в искушение, он не знает, как себя вести. Просто-напросто. Дело в том, что получилось так, что благодаря нашей церкви, мне дали еще где-то в 94-95 вести разбор в церкви. И многие места приходилось разбирать. И тогда, во время разбора, приходили и разбор определенных ситуаций в Писании. И когда эти ситуации всплывают в жизни, ты теперь знаешь примерно, что делать. Я не говорю, что я там такой герой, и у меня бывает, извини за выражение, но вот эти вот падения. Но ты знаешь, как подняться. И Дух Божий, ты просишь, помоги, пожалуйста. Вот мое падение, вот то, что есть написано в твоем слове, пожалуйста, пусть это будет в моей жизни. И это хорошо. И это хорошо. Дальше мы смотрим взаимоотношения. Взаимоотношения. Писание учит взаимоотношениям. Вот мы с тобой собрались. Хорошо. Мы первый раз встретились или десятый раз встретились. Я не знаю какой, но мы встречаемся, мы уважаем друг друга, подаем руки, говорим, как говорится, хорошие слова. Мы благословляем человека. Но извини, есть люди, которые приходят в церковь и ногами открывают двери. Привет, Бог, я пришел. Извини, Писание этого не учит. Это наша культура. Как нам поступать? Вот смотри, привел меня однажды служитель в американскую церковь. Небольшая церковь, где-то можно на человек сто. И я увидел интересно. Идет бабушка с вокером. Пацан лет 14-15. Отрывается от группы пацанов, открывает двери, провожает эту бабушку, сажает на место. Ну, это у нас тоже есть такое, Юра. Ну, у нас это редко. Я наблюдаю часто, я бываю в многих церковях, и я наблюдаю. И второй парень, то же самое, потом пришла другая бабушка, он сделал то же самое. Культура, Юра. Чему нас учат? И во время этого служения я не видел, чтобы эти пацаны бегали где-то, а не сидели. Ты посмотри, что делается у нас? К сожалению. К сожалению. То есть детей не учат. Детей не учат. А это очень важно. Если мы говорим за следующие вещи, ну, я бы не хотел бы говорить, но довольно часто лицемерные отношения к людям. И это есть в церкви. И просто тебе в глаза смеются, а сзади тебя держат, ну, как говорится, чтобы тебе дать. Юра, а как исправить это положение? Хорошо. Лицемерие чем устраняется? Хорошо. Я знаю ответ. Хорошо. Я знаю ответ. Ну, скажи. Ну, да. Я хочу тебя услышать. Хорошо. Самое первое. Мы смотрим Писание. И Писание говорит, что мы соглашались с Богом. Это важно. Это важно. Я могу посмотреть на человека с лицемерием, но Дух Святой обличит меня. Дух Святой обличит меня. И знаешь, в иудаизме есть одна очень интересная история. Однажды один раввин ишел, и он увидел на дороге просящего обезображенного человека. И он сказал ему, уродина, что ты делаешь здесь? А он посмотрел на него вот так в глаза и говорит, слушай, ты не мне это скажи, а скажи своему Творцу, который меня сделал таким. И этот ушел. И ему было больно на душе, потому что его обличили. Хорошо. Если мы понимаем церковь. Юра, я понимаю то, что я увидел. Сегодня я вижу много лицемерия. Но группа людей, которая привела меня к Богу, я буду так называть, я не видел там лицемерия. Я не видел там ничего. Я видел Божью веру. И искренность по отношению. И искренность, да. И искренность. И вот эти люди на очень долгое время сформировали мое отношение. Я понимаю, что церковь, церковь, это люди, которые искуплены Богом. Церковь это дети Божьи. Какое право я имею лицемерить? Какое право я имею кого-то уничижать? Даже если человек когда-то мне сделал больно, и он приходит ко мне и говорит, Юра, у меня есть проблема, я буду стараться помочь ему. Почему мы верующие? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей крепостью, всею душою и всем разумением твоим. И ближнего своего, как самого себя. Но в данном случае я понимаю, это не эмоционально. Что я должен там его в охапку признаваться, ему там, что мои чувства... В любви, да, в любви, да, да. Не, ну извините, это не то. Но мои действия по отношению к этому человеку должны соответствовать критериям 13 главы 1 послания к Коринфянам. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не ищет своего, любовь не... и так дальше, и так дальше. Юра, смотри, недавно подошел ко мне в церкви, их было несколько, но один из случаев я расскажу. Говорит Юрий, говорит, последний год Дух Святой обличал меня, я пришел извиниться перед тобой. А я видел этого человека так в церкви, ну церковь большая, но вот это было в нашей церкви. Я говорю, слушай, я не замечал, говорю, так сказать, ну в церкви, знаешь, хайба и все. Говорю, а что ты меня-то оскорбил где-то, такого же не было, говорю. Говорит, да нет. Говорит, я, мне, говорит, а тебе такое нагрузили? Нагрузили, а тебе? Там тебя обозвали, обозвали харизматиком, математиком, геометриком, ну да. А физиком, говорю, не обзывали. Юра, гордись. Говорит, да. И говорит, я за тобой и за твоей семьей целый год наблюдал. И говорит, я мучился, Дух Святой меня обличал, когда мне грузили, я поддакивал и другим передавал. И говорит, я мучился целый год. Внутри голос, подойди и извинись. А я, да, ну, мне же это сказали, я же не это. И говорит, Юра, прошу прощения, говорит. И так искренно извинился, даже прослезился. Говорит, я не должен был это делать. Там, говорит, я знаю, что ты человек Божий, там, ну еще. Я говорю, слушай, мне это не надо, то, что ты сделал, потому что я даже и не знал об этом. Но, видно, тебе это надо было освобождение, потому что это мучило тебя. И вина была на тебе за то, что ты принимал поношение и поддакивал и переносил. Он говорит, точно, тебе это не надо, ты даже не знал. Но мне надо было. Человек почти целый год мучился. Это я тебе один пример привел, я могу еще несколько привести. Это в тему того, о чем ты говоришь, что лицемерие. А в душе там, а целый год мы улыбались. Ну привет, Юра, там обнимались, там. Это бич, к сожалению. Да. Продолжай, Юра. Хорошо. Если мы видим лицемерие, ну я хотел бы еще. Ну, за лицемерием мы немножко поговорили. Примеров можно приводить очень много. Еще одно. Когда церковь не желает решать мои проблемы. Ну вот, например, в Нововолынске подошел ко мне один парень. У меня тогда был радикулит, я был дома, он позвонил, говорит, Юра, можно прийти? Можно. Я пришел. И мы начали говорить. Мы начали говорить, и во время того, когда я говорю с человеком, я молюсь. Я призываю силу Божью, я призываю то, чтобы Бог дал откровение на ту ситуацию. И когда он мне это все рассказал, я ему просто задал вопрос. Скажи, пожалуйста, а тебя сюда не прислали? В церковь. Ну, он занимался раньше оккультными делами. Он говорит, прислали. И была определенная цель. И мы начали молиться с ним. Ну, там пошли проявления, все. И я ему сказал, после этого сходи лучше к служителям еще. И пусть они поговорят с тобой. И это будет лучше, и эту ситуацию они узнают. Но до этого эту ситуацию никто решать не хотел. Просто-напросто. Просто-напросто. И знаешь, Юра, у людей отпадает интерес к Богу, когда проблема остается проблемой. Нерешаемой. Нерешаемой, да. Хоть церковь имеет силу, церковь имеет власть. Но ты знаешь, я одну вещь увидел, что люди, которые становятся во главе церквей, у них пропадает охота к этому труду. Вот почему не знаю. Я знаю много людей, много служителей, которые когда-то горели, пламенели до того места, когда они стали служителями. И вот смотри, не решается проблема. Еще одно. Я знаю за этого человека, я сейчас скажу, многие люди будут думать отрицательно. Я не думаю о нем отрицательно. Почему? Это Ледяев. Я имел разговор с ним в Сакраменто, ну случайно. Я пришел на программу до Юрия Короткого. А перед этим как раз была программа, ну один человек представлял его. И он сказал интересную фразу. Я любил и люблю церковь. Но когда церковь перестала отвечать на мои вопросы, я ушел, а она мне перестала быть интересной. Это Ледяев, кстати. Да. Я не знаю, я не знаю, как мы относимся к всем. Но эти слова, эти слова, они имеют вес. Я знаю, что сегодня люди уходят, потому что церковь не дает ответы. Мне постоянно звонит один человек в церкви. Постоянно у него есть вопросы. И я ему однажды сказал, дорогой, а что ты к служителям не обращаешься? Она говорит, они убегают, они не хотят отвечать. Говорит, мы не знаем ответы. Юра, ну я готов возразить. Пожалуйста. И скажу так, для остроты нашей беседы. Хорошо. Для остроты. Я чуть подкинул. Ну, относительно Алексея Ледяева. Ты с ним один раз встречался? Ну я один раз встретился, Юр. А я неоднократно. Я неоднократно встречался и в эфире, и без эфира. То есть при всех положительных способностях Алексея, при всех положительных способностях, его поведение в проповеди во время богослужения везде, где бы он ни был. И те словообороты, которые он применяет, для меня это, на меня производит отрицательный эффект. К сожалению, Юра, к сожалению, не к моему, к его стыду. Поэтому тут относительно Алексея, я же добавил перед этим, если ты был внимательный, при всех положительных... Да, вот, но уста христианина, христианина, служителя с большой буквы, проповедника, если хотите, они должны быть все-таки... Ты видел мою программу вчера с Григорием Краснодемским? Юра, я не видел, потому что я вчера еле-еле, говорится, прошел домой. Понятно. Если она на интернете, посмотри, я не в курсе. Продолжай, Юра. Смотри, дело в том, что я иногда, довольно часто я смотрел проповедников, будем говорить, новой волны после 91-го года. И знаешь, многие из них, многие из них, вот, используют и ненормативную лексику. К сожалению, да, к стыду. К стыду, да. Меня посылала наша церковь, миссия, в Санкт-Петербург. Это была моя первая поездка. И когда у них было, ну, как, собрание миссии, не знаю, как это называется, и я увидел, в зал вошел человек. Я только вот так сказал, что эта образина здесь делает. Длинные волосы, вплетеные ленточки, ну и так дальше. Но после того, когда этот человек, ему дали слово, я сказал, Господь, прости меня, я не прав. Он рассказал, что он бывший рок-музыкант. Музыкант. И получалось так, что его группа, они хорошо пели, все. Ну, потом он присел на наркотики. Его жена оставила его, красавица, она была с ним. И он говорит, однажды я иду, и я вижу ребят, с которыми я когда-то играл. И они мне начинают рассказывать про Бога. Он говорит, ребята, мне о Боге рассказали не мальчики и девочки в белых рубашечках с галстуками, а Маиш. И я позвонил жене и сказал, пойдем мы завтра на собрание. Она говорит, а что это такое? Говорит, нам там будет интересно. Ну, если ты не знаешь, что ответить, скажи так. Ну, и они пошли. Он покаялся, и потом он задумался, а что же ему делать? Это я рассказываю с его слова, это не мои слова. И он организовал группу, и они начали с этой группой проповедовать байкерам и рокерам. Те, которые, ну, он говорит, ребята, эти люди не терпят лжи. Они не терпят лицемерия. И ты знаешь, я слушал его. Потом он спел в роковом стиле пару псалмов про ханова. Слава Богу, сегодня он служитель. Юра, ну, для меня это небольшой показатель того, что церковь не исполняет свои функции. Хорошо, Юра, что мы называем исполнение своей функции? Пройти на два часа в собрание. И все. Юра. Вот смотри, Юра, снова же. Это не то, что противовес, но для остроты. Ну, давай. Юра, вот ты говоришь, церковь, церковь, церковь. Мы в церкви бываем в подавляющем большинстве прихожан. Восемь часов, восемь часов в неделю. Восемь часов. Это при хорошем раскладе. Это при хорошем. Это, я говорю, за примерных прихожан. В основном это два часа в неделю воскресное служение. И, но вне церкви, Юра, мы проводим 24 на 7. И поэтому я к чему? Ну, занимайся самоизучением писания. Вникай. Юра, к этому мы дойдем. И в писание. А если так все перевалюет, ну это церковь. Нет, Юра, я не все перевалюю. Мы будем за другие вещи говорить. Окей. Но когда я прихожу в церковь, я хочу получить ответ. Я не хочу, чтобы человек вот так вот за какого-то дедушку, бабушку... Мне это не надо. Юра, ну смотри. Это в зависимости от того, ты получишь, каким ты был сам на протяжении недели. Если ты был в духе, ходил в духе, ну я не говорю, так сказать, ну круглые сутки, но если ты был все-таки, любил слово, вникал в слово как-то, в молитве был, то, слушай, ты будешь искать себе подобных и видеть себе подобных. Юра, согласись. Вот смотри, я сейчас преломлю этот, но у меня ровный треугольник не получится, но ничего. Смотри, когда я прихожу в церковь, самое первое, самое первое, я должен услышать Божье слово. Они анекдоты и истории жизни, они мне не надо. Дальше. Слово Божье должно вызвать у меня эмоции. А эмоции должны у меня вызвать желание трудиться. И снова же оно направит меня снова к Божьему слову. Если я этого не слышу, если, например, мне полсобрания говорят за деньги или за что-то другое, деньги меня не спасают. Юра, согласись, что в наших евангельских церквах, нашего покроя, нашего покроя, евангельского, баптистского, пятидесятнического покроя, ну и более свободного. Мы, так сказать, уже вот этот вопрос о деньгах постоянно, все-таки это уже мало имеет места. В харизматических, левых таких церквах, то там, да, там продолжают money money, деньги давай, деньги. И, как ты говоришь, это в тему названия нашей беседы, из-за этого люди уходят из церкви. Я понимаю. Потому что, это же слышишь сплошь и рядом, люди к нам, мне звонят неоднократно, и это выплескивается все в соц. платформы. Я, говорит, попал в одну церковь, там все о деньгах проговорил пастор, я попал в другую церковь, все о деньгах проговорил. Я говорю о названии церкви, а я знаю, тот город, это средняя часть, средняя часть Украины. И знаю всех пасторей там, там был, он, говорит, это церковь. О, говорю, все понятно. А вторая церковь? Сказал это имя пастора. Я говорю, все понятно. Поэтому понятно, что, ну, благо, что этот человек, о котором я говорю, что он нашел все-таки евангельскую церковь и в ней находится. Хорошо, Юр, давай мы перейдем, потому что мы много говорим за церковь. Я понимаю, что церковь имеет огромное влияние на мировоззрение, и церковь именно может или поднять желание, или опустить его, как говорится, до минимума. Хорошо, второе, на что надо обратить внимание, это семья. Это семья. Почему? Потому что снова же семья может сделать человека верующим, а может сделать его атеистом. Почему? Потому что человек смотрит на действия. У меня был один друг, я не буду называть фамилии, все. Я приходил часто к нему в дом, и не только к нему. Ну, и я видел, когда мама, ну, немножко, ну, звук повышала. Ну, и так дальше, и так дальше, и так дальше. После этого, после этого, этот человек говорит, я не хочу ходить в церковь. Я не хочу. Если меня ожидает такое, я не хочу, оно мне не надо. Но милостивый Бог и находит таких людей, хоть у них пропадает полностью интерес по отношению к Богу. Почему? Потому что они это видят. Мы понимаем, что семья – это ячейка общества. Это благословенная ячейка. Снова же, нас когда-то учили. Семья – это и есть семья. И есть семьи, где дети вырастают верующими, есть семьи, где дети вырастают неверующими. И ты знаешь, семья, отношения отца и матери, они сильно влияют на семью. Дальше, отношения детей друг к другу имеют влияние. И получается, если, например, хорошее влияние семьи, родителей и старших детей на меньших, ну, получается благословение. Я чуть поправлю тебя или добавлю. Отношения старших к младшим, младших к старшим, детях к родителям, взаимоотношения мужа и жены, друг в семье, оно формирует. То есть я это слово вставлю. Ты сказал, влияет просто. Оно даже не просто влияет, оно формирует ребенка. А это разное. Оно повлияет, может, ну так, повлияло, не повлияло, перевлияло. А когда оно сформировано, и оно формируется даже не в церкви, а оно формируется в семье. Я понимаю. Поэтому это я не против, я добавил. Продолжай, Юра. Хорошо. И мне приходилось быть в многих семьях, в многих семьях. И к моему стыду, к моему стыду, отношение, например, в семьях людей верующих было, ну, иногда не таким, как я хотел видеть. И однажды меня встретил человек, сын Дьякона, в баптистской церкви. И он мне сказал, Юра, вы счастливые люди. Я говорю, а чем вы счастливые? У вас было и одно, вы были в мире, и вы сейчас в церкви. У вас есть возможность сравнивать. У нас этой возможности нет. Ты, Юра, счастливый человек. Я ему сказал, дорогой, я бы все отдал бы за то, чтобы мне забыть, что у меня было до церкви. Я не хочу за это вспоминать, потому что это было нехорошее. Это было нехорошее. Это и нехорошее отношение, как говорится, ко мне. Это нехорошее отношение... В семье? Ну, в семье, видишь, в семье. Меня отец оставил, когда мне было пять лет. Понятно. И мать старалась, как говорится, всеми силами, чтобы меня поднять. Ну да. И благодаря матери практически оно все и было. Потом, когда я покаялся, от меня отрекся отец. Он уже приехал, когда мне было 19 лет. В 23 я покаялся. И когда он узнал, он сказал, ты мне больше не сын. И так до его смерти? Нет. Нет, да? Нет. А до его смерти было что-то интересное. Он уехал в Россию к моей сестре, то есть к своей дочери. И когда ему было 63 года, вот сейчас как мне, я привез его с мамой в Нововолынск. Ну, мама водила его в церковь, не знаю, он вроде покаялся, но не знаю, какое это было покаяние. Ну, они постоянно ходили в служение, и все. Ага. Но перед этим была интересная вещь. Я приехал к ним в Россию. Это была Ульяновская область, Павловский район. И получилось, то обычно я приезжал, отец меня подкалывал. Ну, как там, братки, как то, как все. Ну, а это молчит. Молчок. Я подхожу к матери, ма, что произошло? Говорит, Юра, ничего. Я говорю, мам, ну, слушай, я уже с человеком, который что-то понимает. Ну, и она мне рассказала, говорит, минус 30 чем-то градусов на улице. Он выходил в туалет и упал. Ну, 62 года ему было тогда. Шахтер 20 лет проработал в шахте. О, да. Он упал. Вызвали скорую. Скорая сказала, мы не можем, потому что дороги обледенели. И вот он лежит на улице, и все, 35 градусов мороза или 30. А в дом почему не внесли-то? Ну, Юр, он немножко был больше меня. А, понятно. Мамка его не внесла. Понятно. И тогда у нее возникает желание. Привести его к Богу? Она, нет. Она приходит к нему и говорит, Вань, давай я помолюсь за тебя. Ну, да. Давай. Ну, извините, проблема, проблемы. Почему? Время проблемы много людей приходят в церковь. Угу. Но не хочется лежать на льду. И он говорит, давай молись. Мамка помолилась, как могла. Он встал и пошел в дом. Видишь. Ну, на другой день, знаешь, наши женщины ж молчать не могут. Угу. Смотри. Бог Юркин тебя поднял вчера. А ты на Юрку. И все. И после этого молчу. Ни одного раза больше не было. И вот он приехал на Волынск. На Волынске покаялся. Ну, слава Богу. Ну, и когда он умер, в рабу лежал улыбающийся человек. Ну, слава Богу. Все приходили и говорили, а что он смеется? Он из еврейского народа, да? Ну, да. Да. Это горные евреи Кавказа, таты. Хорошо. И мы видим, семья, она влияет очень много. И многие люди, которые приходят в христианскую семью, они получают влияние от нее. Если негативное... Это тоже влияние. Это тоже влияние. Они говорят, слушай, ну, если верующие так живут. Ну, да. А если они видят что-то другое, они видят взаимоотношения мужа и жены. Ну, чуть ли не на вы и шепотом. Они видят отношения детей. Дети послушные. Дети любят отца и маму. Дети уважают друг друга. Дети помогают друг другу. И так дальше. И у людей тоже появляется желание. Появляется желание быть похожими именно на этих людей. И это хорошо. Второе, о чем мы говорили, это влияние семьи. Оно огромное. А так как у нас передача бежит, следующее, о чем я хотел бы поговорить, это влияние друзей. Кто твой друг? Знаешь, в народе когда-то говорили, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. И когда в Нововолынске я проповедовал, я говорю, дайте мне любого, любого хорошего парня верующего, его посадят в компанию, ну, извините, отрицаловки. Да, да. И через год он будет таким, как они. Точно. И с другой стороны, дайте самого отрицательного, и мы поставим его в компанию верующего. Да. И он будет верующим человеком. Почему? Потому что общество имеет влияние. Общество имеет влияние. И в какое общество ты попадаешь, в таком обществе ты и будешь. У меня был друг, не буду называть его, кто он. Но дело в том, что мы когда-то учились не вместе в училище. Потом нас, как говорится, немножко было, мы в разных ситуациях были. И в 84-м году мы встретились в церкви. То есть он тоже покаялся, он как раз освободился. Мы увиделись в церкви, он покаялся, и мы начали дружить. Но после одного случая он начал мне рассказывать все отрицательное о церкви и о верующих. Это был друг. Это человек, которому верят. И я после этого жалел, что я имел отношение с этим человеком. Почему? Потому что его влияние отравило меня. И у меня практически упал интерес по отношению к Богу и церкви. Ты помнишь классика, если друг оказался вдруг, это о нем. Ну да. Ну, Юра, но это же не осталось в тебе. Это какой-то период было в тебе. Да, это было, потому что потом я был в церкви, он снова ушел в мир. Дальше. Негативное влияние на меня явил один из служителей. Я когда-то рассказывал, этот человек любил сплетни. И благодаря какой-то сплетни он сильно меня отчитал, хоть я буквально вышел из больницы. У меня был рак кровеносных сосудов. И после этого месяца два-три я никуда не ходил, пока Коля Латвинюк, мой друг, наш друг, не забрал меня в другую церковь. И там служители с пониманием отнеслись ко мне, поддержали меня, молились за меня, переживали за меня. И это повлияло на мою жизнь. Юра, ну вот смотри, у тебя был такой друг. Я не так давно, ну может несколько месяцев прошло, мои беседы с человеком, который позвонил мне. И я его долго слушал, так сказать, потому что для некоторых собеседников и тех, которые ищут вопросы душепопечения для себя, для них уши очень важны. Понимаю. И поэтому я был, так сказать, этим душепопечителем. Я слушал его в течение 30-40 минут. До тех пор, пока я понял, что я должен вмешаться. Я его остановил. После эфира я тебе скажу, с кем я. И это. И я верю, что это было, так сказать, вдохновение от Духа Божия. Я говорю, послушай, послушай, я уже выслушал. И тот не такой в церкви, и тот, и тот не такой, и все не такие, и все лицемеры, и тот другой, и третий. Я говорю, а какое твое отношение с Богом, личное отношение с Богом? Я говорю, я знаю, там, церковь, там, тот, тот. Я это выслушал, говорю, я тебя понимаю. Я не совсем разделяю то, о чем ты говорил, но понимаю. И он запнулся. Он запнулся. Это взрослый человек, это нашего с тобой возраста, извини меня. И он запнулся, очень серьезно запнулся. Я, и я начал, я не начал его грузить, но я начал ему говорить, слушай, я тебя понимаю. Но, если в конце концов, ты вот такой правильный, а все остальные не такие. Если тебе эта церковь, ну, не по душе, как ты говоришь, потому что там все не такие. Найди среду, которая тебе по душе. Я тоже даю такой же самый совет. Вот, Юра, мы же с тобой душенаставники. И это, и я говорю, обязательно, но быть вне тела, вне церкви, оправдывая себя тем, что тот не такой, такая, та не такая, и все не такие. Это, говорю, это не вопрос. Вообще не вопрос. Поэтому у меня тоже такие моменты были. Знаешь, Юра, дело в том, что церковь интересные вещи. Это все не такие. До тех пор. Это все не такие. Да. Это все не такие. Да. До того момента, когда Бог их сделал такими. И это люди, которые имеют свои, как говорится, и плюсы, и минусы. И для нас очень важно, очень важно таких людей поддержать, наставить, помолиться. Ну, возможно, быть друзьями. Но не привязывать людей к себе. Это очень важно. Идеальной церкви – это знаменитый постулат. Она до тех пор, пока ты туда не попал. Ну да. Поэтому знаменитое это выражение некого служителя. Поэтому сто процентов, Юра, сто процентов о чем ты говоришь. Продолжай. Хорошо. И снова здесь, в Сакраменто, у меня тоже был друг, который мне рассказывал негативные вещи о многих. И снова же это повлияло на меня. Это повлияло на меня. Ты не забыл, что это исповедь в прямом эфире? Нет, нет, я понимаю, Юра, я понимаю. Почему я хочу сказать, ищите друзей, таких, которые помогут вам. Или тех, которым помочь можете вы. Это очень важно, Юра. Потому что была возможность, когда мне приходилось поддерживать людей. Я понимал, на них никакой реакции нет у других людей. Но Бог давал мне на сердце то, что я сам пришел с мира. У меня были проблемы. Меня никто не поддерживал. Меня никто не понимал. Но понимал Бог. И когда Бог вывел, как говорится, на позицию душепопечительства, мне приходилось, когда лишь по 30-40 минут, выслушивать человека. Пока я не получал от него то, что можно было одеть на крючок. Все. И тогда уже начинал говорить я. И тогда человек молчал, не перебивал и соглашался. Выслушать. Выслушать – это очень важно. Но мы немножко ушли от темы. Хороший друг – хороший друг. Он всегда поможет. Хороший друг всегда поддержит. Хороший друг всегда помолится. Хороший друг скажет хорошее слово. Наставит тебя. Ну, вот у меня на Волынске был хороший друг, но его уже нет. Между прочим, твой родственник Юра Кулинич. Кулинич, да. Царство ему небесное. Да, да, да. Я просто удивлялся, что он практически с верующей семьи. Он имел дело со мной, с неверующим. И его еще немножко там я подгружал тогда. Но, слава Богу, было все нормально. Юра, ну вот в тот, прошу прощения, в тот период, когда у тебя был процесс становления, как христианина, вот с такими up and down, по синусоиде ты ходил, правда? Ну, да. Ну, вот, смотри, я же помню, тебя поддерживала группа, это миссионерская группа, и сестрички, в том числе Лена. Да, да, да. Да, в том числе Люба, Ткачук или Крубецкая. Я за них и говорю. То есть там был костяк, а я почему это помню? Я же помню, вне тебя, когда мы были в одной команде, я же помню, как они молились о тебе, как они поддерживали. То есть они, прошу прощения, носились с тобой, знаешь, как, ну, новорожденным таким ребенком. Поэтому, кроме Юры, еще было несколько человек. Но Юра был, возможно, и ключевым. Я понимаю. Но смотри, если бы тогда им сказали, если бы тогда им сказали, что человек, за которого вы молитесь, вот этот, понимаешь, разбышака, который пришел в церковь, будет когда-то служителем, проповедником... Ты бы не поверил. Они бы не поверили. Я не знаю. Я когда-то задавал им вопрос, ну, вы бы могли представить такое? Сводят плечи. Юра, вот когда Бог смотрит на грешника, Бог же видит намного далеко, Бог далеко идущий в своих планах. Он же в потенциале видит, он в потенциале видел тебя уже и служителя, и души наставника, попечителя. Дело в том, что история Иосифа, она очень-очень поучительная. Ну, да. Человека, которого, ну, извини, возненавидели родные братья, предали в плен, то есть в рабство. Но Бог 14 лет делал свою работу. И когда пришли братья, они его не узнали. Перед ними стоял вельможа. Перед ними стоял человек, который руководил Египтом. Человек перед ними стоял, человек, пред которым преклонялись все. Они и в кошмарном стене не могли представить. Но это работа Божья. Ну, смотри, Юра, если в контексте нашей с тобой беседы мог ли он сломаться, обвинить Бога, обвинить всех вокруг, и потерять интерес к живому Богу, и попасть полностью под влияние египетского фараона и всей этой идеологии. Но видно, семья. Это раз. Иаков, видно, был тем. Иаков, возможно. Тут я ставлю знак вопроса. А ну-ка. Два откровения. Два откровения. И Иосиф знал, что это за семью. Десять снопов поклонятся ему. А дальше звезда, луна и солнце, и 11 звезд. То есть он ухватился за Бога, и он не смотрел, что окружающие его, даже родные братья, так сказать, толкают его в бездну. Я понимаю, Юра. Хорошо, Юр. Видишь? Еще одно о чем, я не знаю, сколько времени, сколько у нас осталось до конца. 15 минут. И еще одно, почему люди опускают руки и... Разочаровываются. Да, да, да. Это вот сейчас конфликт в Украине. Война очень часто делает свои проблемы. И вы знаете, обычно это касается людей, которые живут в Америке. Это ты имеешь в виду украинцы и русские? Да, особенно украинцы. Почему я так говорю? Потому что в 14 году мне позвонил мой друг. Я преподавал им в Ровенской семинарии. А в Ровенской семинарии я со всеми был в хороших отношениях. И студенты, которые учились, и пастырские курсы. Но ты по-русски преподавал или по-украински? Да, по-русски. Тогда по... Ну, по-русски, наверное. Ну да, тогда по-русски. И получалось так, что эти люди, эти люди, ну, со всеми мы имели хорошее отношение. А пастырские курсы, они меня где-то на 2 или 3 потока не заказывали. Специально заказывали, давай на Маскерово. Я говорю, ребята, просто мы наладили хорошее отношение. И что произошло с тех пор? С 14 года? Дело в том, что один из них, сейчас, вернее, двое здесь, один в Вашингтоне, другой в Сакраменто. И то, что в Вашингтоне позвонил мне, говорит, Юра, я развожу руки, я не знаю. Из-за языка русского? Нет, не из-за языка, а за войны. Потому что в 14-м году было первое, то, что русские напали. Ну да, ну да. И он говорит, я не понимаю Бога. Я разочарован. И пришлось немножко говорить, пришлось немножко наставлять. Ну, я не знаю, я не знаю, потому что люди задают вопросы. И когда у человека есть проблема, вот обстоятельства, и эта проблема не решается, вот это вызывает определенные вопросы. И люди говорят, слушай, а где же Бог? Ну, а где же Бог? И ты знаешь, Юра, эти вопросы часто задают нормальные верующие люди, у которых опускаются руки, которые разочаровываются. Юра, вот я вникаю в себя, слушаю тебя. Я вникаю в себя. В данный момент, прямо сейчас, за свою 60-летнюю с хвостиком практику моей, ну, моей сознательной жизни, 55, скажем, было лишь такое в какой-то момент в моей жизни, что я задавался вопросом, а где же Бог? Я думаю. И ловлю себя на мысли, я тебе вот как другу с глазу на глаз. Ну, и Юра, ни разу не было. Ни разу не было. А обстоятельствами, или обстоятельства, которые привели меня на это место, будь твоим собеседником, были, ох, какие разные. Поэтому, ты знаешь, у меня такого не было. Ну, а у кого-то было, возможно, да. Ясно, Юра. Две-три недели назад у меня была проповедь в Вифане, это была пятница, 19 января. Бог, где ты? А ситуация была примерно интересная. Я ехал, летел в Украину в сентябре. Ну, и перед этим у меня был аппоитмент, и мне назначили делать, я не знаю, как это. Медицинскую процедуру. Да, с глазами. И я ждал после этого два месяца. Я пришел, и, получается, попалась врачиха, которая не знала, как пользоваться аппаратом. Ну, и она сказала, извините, я вам много объяснял, я ничего не могу сделать. Хоть я видел, что она не могла настроить аппарат. И ты знаешь, я, честно говоря, я обиделся. О нее? Да. Ну, почему? Я старался, я ждал это время. Ну, да. Юра, я люблю читать, но я сейчас не могу читать, потому что, ну, я плохо вижу. И я работаю на работе. Меня послали на улице. Работа хорошая. И я этот случай вспоминаю. И я начинаю его проигрывать в своем разуме. И внутри я слышу голос. А где Бог твой? Юра. Ну, все. Там у меня началось, извини, харизматическое прославление. Я начал благодарить Всевышнего. Я начал вспоминать все его имена. Но это было благословенно и хорошо. Ну, зрение более-менее восстановилось с тех пор. Чуть-чуть. Ну, слава Богу. Но дело в том, что позвонили мне в начале января за проповедь. И я думал, о чем говорить. И вот первый раз пришло это. Но я начал готовить что-то и другое. И забыл за это. И буквально за два дня до проповеди мне снова напоминается этот случай. И в церкви я проповедую. Где Бог мой? То есть я взял случай, когда Иисус на кресте говорил, Боже мой, Боже мой. Почему ты оставил меня? Рассказал за это. И потом говорю, смотрите, кто является наш Бог? Знаешь, Юра, говорить о Боге всегда приятно. Говорить о Боге всегда благословенно. Говорить о Боге – это то, что нас заставляет Писание делать на наших собраниях. Ты можешь тогда говорить о Боге эффективно. Когда ты сам пережил что-то. Когда ты говорил с Богом до этого. Все. Если ты с Богом не говорил, ты не сможешь говорить сильно, мощно и эффективно говорить о Боге. Можешь фразы применять, можешь, так сказать, цитировать Библию, но если перед этим ты с Богом не говорил, в молитве, в одиночной комнате, в ночных, возможно, своих бдениях, понятно, что ты не будешь эффективным, Юра. Хорошо, Юра, я тебе хочу сказать, что я ни одной проповеди, которую я не пережил сам, я не проповедовал. Это слава Богу. Почему? Потому что тогда просто-напросто... Это лекция, но не проповедь. Это лекция. Да, это просто лицемерие. Если говорить, что вот так, 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 я... Ну, извини, я всегда говорю то, что происходило со мной. Мне в одном из штатов после проповеди, я проповедовал, подошла сестричка. Это в тему. Со слезами на глазах говорит, брат Юра, говорит, мой муж, это диакон церкви. Говорит, я не могу подойти ни к кому. Вы в гостях здесь. Можно вам излить свою душу? Я говорю, ну, к старшему пастыру вашему подойдите. Она говорит, не могу. Говорит, дайте мне вашего пять минут времени. Я говорю, ну, пожалуйста. Ну, я перед этим проповедовал, молился за людей. Я не мог сказать, нет, идите. И она говорит, мой муж диакон церкви. И говорит, читает слово только перед проповедью. А говорит, постоянно его нос торчит в новостях. Кто победит? Украина, Россия, Россия, Украина. Вот. И это. И излила свою душу. Так это, говорит, лицемерие. Я не могу никому, даже близким своим, сказать, потому что церковь, знаешь, а что же люди скажут? И это. Я говорю, знаешь, какой я совет ей дал? Я дал ей совет. Говорю, знаете что, сестра, возьмите инициативу в своей семье, в своем доме. Вы. Не ждите, что он духовный. Лидер, знаешь, как в церкви. Вы мужья, вы лидеры, вы, так сказать, главы семейств, на вас ответственность, и Бог на вас. Это правильно все мы говорим. Но когда не срабатывает то, о чем мы говорим, я ей дал правильный совет. Возьмите инициативу в свои руки за духовное состояние. Она говорит, а это можно-ка. Я ей привел свой пример. Отношения у меня с женой. Прошу прощения, жена, возможно, смотрит сейчас. Ну, не вырежешь уже. Это же прямой эфир. Юра, и смотри, когда я возвращаюсь, много раз было такое. И не раз было. Я возвращаюсь с поездки, прилетаю в час ночи, в два, в двенадцать ночи. Устал, уставший, просто как выжатый лимон, бываю. И это, и так смотрю, думаю, как бы вот так вот помолиться, и уже коснул, устал. Жена говорит, а-а, а, говорит, три главы, по порядку, говорит. Мы же начали читать Библию, к концу года, чтобы мы... И это, и я думаю, вот смотри, это было ни раз, и ни два. Я признаюсь, как на духу. Жена берет инициативу в свои руки и говорит, пока мы не прочитаем, мы должны... А если еще хуже, если она говорит, мы уже два дня пропустили. Да ты что? И мы садимся и читаем Библию. То есть, я этой сестричке говорю, возьмите инициативу в свои руки. Поэтому смотри, Юра, ожидать, когда мы видим лицемерие вокруг, и даже в своей среде лицемерие, и можем в Боге разочароваться, во всех разочароваться, в церкви разочароваться, слушай, ну, Бог дает правильное разумение, как выходить из этого болота, из этой долины. Вот сейчас мы и будем выходить. Сколько у нас времени? Ну, почти пять минут, Юра. Хорошо, самое первое. Давай. Самое первое. Исследуйте Писание. Почему? Мы можем обижаться на всех. Люди сегодня читают Писание примерно так вот. Точно. Писание, Иисус говорит, исследуйте. Исследование. Ты взял, например, одну главу или взял одну историю. Ты прочитал ее раз, прочитал два, прочитал три. Ага. Посмотрел, на что обращает внимание это слово. Хорошо. Дальше. Ты посмотрел все слова действия. Дальше. Ты видишь, чему эта история учит тебя. Ее основная тема, основная тематика. Разбор ситуации. Почему? Потому что это действие, которое делал Иисус, к примеру. И это действие именно было с теми людьми, которым нужна была помощь. Все. И я принимаю это к себе. Когда-то придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим. Никто не знал, что такое иго. Никто не знал, что такое возьмите иго свое на себя. То есть, мое на себя. И вот, когда я проводил разбор, я обратил внимание на это место. Проезжали профессора, проезжали учителя. Никто не мог сказать. Я сказал, это то, что Иисус предлагает взять на себя. То есть, его работа. Его работа. Что он делал? Он евангелизировал. Он молился. Он проводил душепопечение. Дальше. Он занимался благотворительным. Он исцелял. Да. Вот это возьми на себя и дальше научись от него, ибо он кроток и смирен. Смотри, Юра, очень важно, когда мы читаем Писание, мы должны разобрать его. Вот смотри, прекрасный 72-й Псалом. Можем мы когда-то и проведем передачу за него. Псалом Асафа. Да. Это прекрасный Псалом. А я, чуть не поскользуюсь, ноги мои. Едва не пошатнули стопы мои. Да. Я позавидовал нечестивым. Это человек в депрессии. В депрессии. И чем это кончается? Окончается провозглашением. Но ты всегда со мною. Ты держишь меня. Да. Юра, это очень важно. 22-й Псалом. Тоже четко и ясно прослеживается, почему я ни в чем не нуждаюсь. Не то, что не буду нуждаться, уже не нуждаюсь. Еврейский оригинал, Иегова, водительство Божье. И так дальше. Разбирать Писание надо. Дальше, друзья, хочу очень сказать, ищите друзей. Правильных. Правильных друзей. Правильных друзей. И если попадется неправильный друг, просто скажите ему, друг, извини, я не хочу вот эти все негативизмы слушать. Если ты хочешь, чтобы мы с тобой дружили, убирай их. Давай говорить о Боге. Давай говорить о милости Божьей. Давай говорить о друзьях. Давай говорить о той помощи, которую мы можем кому-то оказать. Это очень важно. Это очень важно. Дальше. События и обстоятельства. Друзья, смотрите на обстоятельства, как на исполнение Божьего Слова. Сейчас многие говорят за Израиль. Сегодня требуют, отдайте нам Иерусалим. Сегодня требуют. Сегодня это требует Америка. Сегодня это требуют мусульманские страны. Но Писание говорит, 12, 13, 14 глава Захарии, это будет. Это будет. И мы, друзья, когда с вами говорили о Израиле, мы говорили, что вот это десятилетие, 18-28 год, оно будет тяжелым, и оно будет иметь воздействие на Израиль. То есть смотрим на Израиль, как знамя не по знамени. Юра, у нас осталось несколько. Юра, согласись, возможно, давай продолжим эту беседу. Как у тебя? Ну, давай. Спасибо, Юра. Друзья, есть среди вас люди, которым можно подражать, на которых можно смотреть, с которыми можно дружить. Не разочаровывайтесь в Боге и не разочаровывайтесь в церкви. Аминь. Мораль нашей сегодня беседы. Юра, спасибо. Интересно было. И, пожалуйста, молитесь за нас. Мы нуждаемся в Боге. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»